здравствуйте дорогие мои подписчики садоводы и огородники я приветствую вас вы в гостях у елены у меня в саду и сегодня я бы хотела вам показать в чем я выращивала вот в прошлом году да и не только в прошлом это просто здесь новый сад и поэтому я говорю в прошлом вот кабачки огурчики вот эти мешочки у меня вот здесь стоят видите вдоль они у меня стоят еще с прошлого года я их нисколечко не убирала и как пить и ничего не сделалось вот они просто немножечко выцвели и все вот такие мешочки здесь вот обычные я вам уже говорила когда землю показывала покупала что я их не выбрасываю а делаю просто такие вот отверстия вот в них и вот такие вот мешочки от сахара они тоже пропускают тут есть дырочки вот видите такие делаю здесь отверстие чтобы уходила вода прямо ножом протыкаю когда набираю их вот надо их поправить они немножечко взбились поправить их я сюда еще добавлю хорошей земельки в этом году снова сюда же посажу вот мне их сколько если кто хочет можете пожалуйста найти у меня есть на канале я показываю там обзор сада там есть как они растут и я рассказываю о кабачках там и об огурчиках вот видите сколько они тут стоят вдоль и прекрасно себя чувствует вот обратите внимание какой здесь получился как говорится вкусная мнака какая получилась за зиму ой поправить их нужно взбить сейчас они подсохнут немножко потому что мокрые они у меня тут ночевали вы так сказать перезимовали вот такие вот пакетики значит что я сюда клала значит внизу скошенную траву газонную где-то ведро ее прям нужно взбить как следует а дальше значит земельку если у кого есть компост то можно компост я разбавляла значит садовую землю обычную садовую землю добавляла туда стакан золы вот и добавляла еще конский навоз перепревший есть гранулированный навоз если хотите то тоже как бы это можно будет сделать вот все это как же хорошенечко перемешать вот и сверху насыпать внизу это будет начаты нагреваться трава будет преть она будет у нас там перерабатываться и сверху земелька будет микроорганизмы уже в земельке будут работать там и будут подогревать и это будет и удобрение и подогрев нашим растюшечка замечательно здесь растут кабачки огурцы и тыквы даже и не надо на грядках занимать место такими большими большими растениями очень хорошо растут и огурцы я вам показывала посмотрите перейдите на видео вот так что же еще тут я значит добавляла сверху значит когда уже я посадил растение она развилась так вот нормальненько то я делала мульчу мульчу нужно добавлять немножечко чтобы она вот например вы постригли газон и пусть она у вас полежит немножко поворошить ее чтоб чуть-чуть она высохла и потом добавлять сюда постоянно постоянно у меня здесь мешках все мои растения мульчированные это держит влагу это дает опять-таки удобрение которые очень любят и кабачки и тыквы и цукини вот эти вот и огурчики все вот это вот вкусняшку которые здесь мешочки за лето за за один сезон вот здесь вот мешке вот сейчас вот у меня настоящий настоящий компост очень хорошая вещь органика вся переплела внизу превратилась в земельку шикарнейшую вот так зимой они здесь у меня зимовали червячки там еще работали доработали прекрасное удобрение когда я здесь буду сажать свои значит растюхи я вам покажу сейчас она мокрая она только вот как говорится отдаяло после снега вот я никуда и не убирала и этого нужно не нужно делать вот так что вот такая красота можно с осенью еще сюда добавить сверху еще немножко вот всяких разных остатков и она тоже и они тоже перегниют это замечательный замечательный способ вообще попробуйте сейчас я еще покажу вам что у меня еще есть бочки тоже у меня я показала как растут огурчики в ней бочку напополам значит нарезаете сейчас я покажу вам и еще хочу немножечко познакомить вас если кто не знает многие спрашивали новенькие что такое зола и как и чего куда ее зола это в ней все элементы есть это таблица менделеева который делается из растительных остатков только значит и имеет очень много всяких разных как бы микроэлементов значит кремний кальций так что там фосфор и это нужно нужно это обязательно в первую очередь нужно нашим растюхом в первую очередь делается она из растительки лучше делать ее только из растительных значит добавок вот но в ней вот нет азота и поэтому нужно внести азот вместе с ней азот ни в коем случае нельзя внести это отдельно чуть поработает у нас значит и зола и потом внести значит азот не содержит хлора зола добавлять при посадках всех всех культур мои хорошие еще зола очень хорошо улучшает структуру почвы вы наверно знаете она ее делает рыхлой если у вас кислая почва то это как щелочь будет и она будет раскислять вашу почву чтобы внести вот на грядки большие вот к примеру делайте вы грядку то я вношу вот потом о грядках расскажу как я их делала я вношу там ну три килограмма золы на на всю грядку а вообще конечно вообще конечно я читала что нужно один килограмм значит три килограмма золы на один квадратный метр вот а если используют как удобрение то нужно взять значит и 100 100 150 грамм на один квадратный метр это примерно полтора стакана золы я уже это делала и знаю вот и еще нужно за весь сезонный векционный период обязательно нужно сделать подкормки просто проливать вот так один стакан воды один стакан на ведро воды и поливать это очень очень хорошее удобрение да кстати нельзя поливать те растения которые любят кислые почвы об этом надо помнить это к этим относятся хвойники к этим гортензии и так далее ну вы наверное знаете это азалии черника клюква голубика и многие другие для того чтобы избавиться от вредителей то тоже можно сделать такую вещь опудрить листья золой для значит для лука для редиса для картошки очень хорошо это подойдет значит для земляники это будет вообще очень хорошо вот слизни никаких не будут и улиток у них найти такие животики очень нежные и она будет сжигать свой животик и улитка не поползет значит еще можно сделать настой золы для кустарников так сколько там значит ну возьмете там табака в равных частях короче скажем так настой золы табака и мыло хозяйственного можно значит взять фэри там жидкое мыло не обязательно хозяйственное а вот это все пойдет очень хорошо от мушнистой росы для смородин очень хорошо все тлю на всем вы сможете как бы снять сжигайте все растительные остатки вот эти вот веточки которые остаются это очень хорошие значит и полезно для того чтобы такой золой подкармливать и посыпать наши грядки и не забывайте что мокром состоянии она теряет все все свои свойства зола все свои свойства теряет поэтому внимательно отнеситесь где-нибудь сухое место занесите если вы как бы много ее накопили особенно у кого есть печки и так далее вот думаю что это у всех есть печки да даже и вы если за лето там насобираете то тоже желательно сжигайте с осени веточек собирайте и убирайте значит в этот сухое место ну все вроде как бы принципе все сказала можно сделать вот из досок соорудить узкую длинную грядку и все вот эти мешочки туда один возле другого поставить и будет очень даже и красиво потому что это могут некоторые сказать что некрасиво вот здесь вот но их можно облагородить сделать короб очень красивый короб длинный такой вдоль какой-нибудь грядки и туда их все как бы один возле один поставить и в этом году у меня побольше здесь было больше земли это на за зиму так вот и утрамбовалась переработалась перегнила и вот так а так в принципе я пол мешка пол мешка обязательно должно быть не вот сейчас вот здесь просто всего лишь добавлю еще и все и будет прекрасно вот посерединочке опять же я насыплю зелени вот так что потом земельки сверху и будет очень хорошо будет все это гнить там мирка микроорганизм опять будут работать и вот так вот и таким образом смотрите что вы делаете вы убиваете двух зайцев вы готовите свой компост домашний компост прекрасный готовите и плюс еще выращиваете свои растюшечки вы представляете какая это прелесть вот этому я научилась у соседки нас прошлого участка лет шесть назад она это делала и вот эти бочки нарезные ящики куда сажать это все она мне когда мы там построили дом рядом с ней она мне подсказала такую вот идею я этим пользуюсь очень давно чего и вам желаемые хорошие это очень хорошее подспорье для сада не надо никакие грядки вот потому что кабачки как правило и тыквы такие ну большие лопухами листья пускают но занимает много места скажем так коротко и ясно но здесь прекрасно растут и огурчики но что хочу сказать обязательно делайте дренаж вот такими вот такие дырочки ведь как прекрасно вот в этих черных мешках растет очень хорошо и вот в таких вот мешках для мусора они продаются пожалуйста везде в ашане везде продаются спад сахара вот можно но если есть там пленочка такая то ее срезайте вот у меня тут есть спад сахара я срезала и вот здесь вот просто видите тоже дырки вообще получается как решетой все здесь и дышит и все а то вы некоторые могут сказать не дышит все тут дышит все тут прекрасно дело в том что корни у тех растений которые мы сажаем они поверхностные они не не углубляются и поэтому прекрасно получается еще хочу сказать и предупредить тех кто живут на даче если это не у вас не дома то если вы живете на даче то это конечно нужно относитесь к этому серьезней потому что здесь все вот эти посадки требуют хорошего полива потому что здесь нет земли земли у них мало то есть они лишены той возможности что брать ее из недра земли то есть у них в общем доступ закрыт и требует очень хорошего полива перед тем как вы уедете хорошенечко полейте и опять я говорю о том же что мульча мульча должна быть 10 сантиметров большая мульча это и спасет их это будет держать влагу на не будет как вы уходить оттуда будет придерживать мульча это очень хорошая вещь вот вот так вот органика там будет преть и сверху органика везде это такое удобрение девочки это прелесть вот всем советую дорогие садоводы и огородники вот такой вот прелесть для сада чтобы вы могли тоже порадоваться всякими разными вкусняшками посадить сюда это очень удобно вот смотрите пройдите там у меня есть как я показываю обзор сада и вот я рассказываю они там у меня растут прекрасно их там много не такие хорошенькие стоят прямо очень много не успевала собирать и между прочим до поздней осени здесь это у меня были кабачки цукини огурцы до поздней осени это очень даже ничего и вот мои дорогие смотрите я хотела вам показать вот в этой ванночке у меня там ведь она тоже с отверстиями эти тут решето прямо вот здесь у меня тоже росли огурцы посмотрите на видео какие они там шикарные сколько там огурцов и вот здесь вот видите у меня бочка она у меня убрана потому что мы ее убрали можно если у вас сад вот как-то так определенный огород там есть то вы можете оставить прямо так мы убрали вот видите она разрезнут одна на одно она вот и в ней точно так же слоями я просла его то же самое что я говорила вам мешочках вот и она у меня была воду до сих пор то есть сантиметров десять я оставила для мульчи и здесь у меня была мульчи 10 сантиметров то же самое скошная трава сухая трава вот все солома что у вас есть все сюда вот это будет органика это хорошая спас спас спори это очень хороший как бы добавки подкормки для наших растений вот в таких вот еще был тоже там есть они висят как гирлянда в этих бочках они были усыпаны посмотрите видео и поймете о чем я этом я прощаюсь с вами желаю вам всего самого доброго хорошего настроения удачи вам в работе богороди пробуйте обязательно не нужно стоять на одном месте нужно обязательно что-то пробовать вот поэтому я предлагаю вам такой способ и он очень хорош он проверен годами не одним годом поэтому может быть это уже да это и делает раз мне бабушка соседка лет шесть назад про это сказала то тем более если уж эта бабушка делает тем более многие наверно уже знает вот так что пожалуйста